Всем привет, это ITHERE. В этом видео покажу 10 скрытых функций iOS, о которых вы могли не знать. С выходом iOS 13, а недавно и iOS 13.4, появилось много новых скрытых функций, о которых с первого раза и не догадаешься, ведь они запрятаны глубоко в настройках и незаметны с первого раза. И в этом видео я как раз хотел бы о них и рассказать. Но прежде чем приступать, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы получать больше подобных интересных видео. Итак, погнали! После недавнего обновления iOS 13.4, теперь вы можете всегда вызывать Siri, даже когда ваш телефон лежит либо в кармане, либо дисплеем вниз на столе. И для того, чтобы активировать эту возможность, нам нужно зайти в настройки, здесь универсальный доступ, раздел Siri и активировать опцию «Всегда слушать привет, Siri». «Привет, Siri! Послушай песню». «Хорошо!» Теперь Siri всегда будет слушать, когда вы к ней обращаетесь, но будьте аккуратнее с этой возможностью, поскольку она может вызваться случайно, когда телефон лежит в кармане, либо на столе и позвонить кому-нибудь. Наверняка вы заметили, что с выходом iOS 13 появились новые стикеры Memoji, которые постоянно появляются при вызове клавиатуре Memoji. И если вы ими не пользуетесь и они вас напрягают, то вы можете легко их отключить раз и навсегда. Для этого нужно зайти в настройки «Основные», здесь найти раздел «Клавиатура», пролистать самый низ и отключить тот самый тумблер стикерами Memoji, после чего данные стикеры перестанут появляться в вашей клавиатуре. А вы знали, что перемещать иконки по домашнему экрану можно не только по одной штуке за раз, а сразу по несколькому? И с iOS 13 теперь это возможно. Для этого, как обычно, перейдите в режим редактирования иконок на домашнем экране, затем зажмите нужную иконку, а другим пальцем начните выбирать и приложения, которые хотите вместе с ним перенести. Все приложения перенесутся в одну стопку и после чего вы сможете одновременно их перетаскивать. Следующая фишка также относится к удобному перемещению приложений по домашнему экрану. Предположим, мы выбрали нужные приложения и начинаем их перемещать между экранами. Для этого нужно подносить приложение к краю экрана и дожидаться, когда перелеснется экран. Но это не всегда происходит с первого раза и иногда эта функция тупит или палец упирается в чехол и перемещение не происходит. В общем, неудобно. Здесь нам на помощь снова приходят пальцы второй руки. Во время удержания приложений мы можем второй рукой начать листать экраны без всяких проблем и задержек, что, по-моему, очень удобно и поможет сократить время и нервы. Попробуйте сами, я думаю, вы заметите разницу. Следующая фишка будет полезна владельцам компьютеров Mac от Apple. Существует функция под названием универсальный буфер обмена. Ну и давайте покажу, как она работает. Предположим, мы скопировали какой-то текст на iPhone, как обычно, и хотите перенести его на Mac. Как вы это будете делать? Отправлять этот текст тебе по почте, либо через соцсети. Но это долго. Можно просто скопировать этот текст, затем на Mac открыть нужный текстовый редактор, нажать правой кнопкой, вставить. Да, вот так вот это делается просто. И благодаря универсальным буферу обменам, вся информация, которую вы копируете, попадает в облачный буфер и легко переносится между вашими устройствами, которые привязаны к одному iCloud. Также можно сделать и в обратном направлении. Скопируем этот текст компьютера и в заметку нажмем «Вставить». И как видим, здесь текст, который мы набирали только что на компьютер, перенесся по воздуху на наш iPhone. Также можно вставить либо на наш iPad, который привязан к учетной записи iCloud. Эта функция также работает и между другими iOS-устройствами. И, кстати, она работает не только с текстом, но и с изображениями, видео и другими документами. Поэтому можно легко переносить, например, фотографии. Для этого просто копируем нужное фото и вставляем на Mac. Обратно это также работает. Если вы часто пользуетесь калькулятором на вашем iPhone, то могли заметить, что в нем нет кнопки «Стереть последнюю цифру». Вы можете, конечно, нажать кнопку «С», но тогда сотрется полностью все выражение и придется заново набирать. Но на самом деле в калькуляторе есть данная функция. И достаточно просто свайпом влево либо вправо проводить по вашей цифре и тогда будет происходить редактирование вашего результата. Ну и еще небольшой лайфхак. Если перевернуть телефон в горизонтальное положение, то калькулятор получит расширенный функционал, где вы можете найти расширенное количество различных операций и вычислений. Например, скобки, квадраты и так далее. Вы знали, что можно подключаться к Wi-Fi без ввода пароля? С выходом iOS 13 появилась крутая функция. Если кто-то из ваших друзей ранее уже был подключен к какой-то известной Wi-Fi сети, то вы можете подключиться к ней без ввода пароля. Нужно начать подключаться к нужной Wi-Fi сети, поднести свой iPhone к iPhone у друга, после чего на его iPhone появится предложение поделиться паролем для подключения к этой сети. После подтверждения вы будете подключены к этой сети без необходимости вводить сложный пароль. Также это может быть полезно, если вы не хотите всем рассказывать свой домашний пароль от Wi-Fi, а просто с помощью этой функции подключите друга, пришедшего к вам в гости. И чтобы эта функция работала, номер вашего друга должен находиться у вас в контактах. Ну и соответственно наоборот. Следующая фишка поможет вам быстрее набирать текст, а точнее текст с использованием знаков припинания или цифр. Набирая текст вы можете зажать кнопку 1, 2, 3, не отпуская палец от экрана, выбрать нужный знак или цифру. Теперь вы можете отпустить палец и автоматически вернетесь к буквенной раскладке. И можете продолжить набирать текст без необходимости переключаться обратно на буквенную раскладку. Если привыкнуть к этой функции, то вы можете еще быстрее печатать сообщение. Наверняка вы пользуетесь спотлайтом или в простонародье поиском, который появляется, если потянуть на домашнем экране экран вниз. Но в нем можно не только осуществлять поиск, но и выполнять математические операции, либо конвертирование. Например, здесь можно ввести какой-то математический пример. Например, 256 разделить на 6 на 5 и сразу же увидим результат. Без необходимости запускать калькулятор. Также здесь можно проверять и текущий курс валют. Например, напишем 256 долларов в рублях. И iPhone выдаст вам достоверный результат по текущему курсу валют. Также в спотлайте можно дать и какую-то быструю команду Siri. Например, какая погода в Москве. Затем снизу выбрать Siri. И получить быстрый ответ без необходимости вызова Siri. Вот прогноз погоды для города Москва-Россия на сегодня. Ну и последняя на сегодня фишка – это возможность полностью отключать подсветку. Это может быть полезно, если вам необходимо сэкономить заряд батареи, чтобы, например, доехать до дома и поставить на зарядку. Если вы просто убавите яркость, то все равно будет видно изображение на дисплее. Но если зайти в универсальный доступ к дисплее и размеру текста, понижение точки белого и выкрутить этот показатель на максимум, а затем привычным способом уменьшить яркость на минимум, то яркость дисплея по-настоящему станет на минимум. Что позволит вам еще сократить расходы аккумулятора и дотянуть до дома и успеть добраться до зарядки. Но будьте осторожны, ведь при такой подсветке практически ничего не видно и есть вероятность, что вы не сможете отключить эту функцию обратно. Ну что же, это было 10 фишек вашего iPhone, о которых вы могли не знать. У меня еще осталось много разных функций, о которых я не рассказал в этом видео. Если вы хотите больше подобных видео, пишите об этом в комментариях. Ну а также напиши, какая фишка из этого видео тебе больше всего понравилась. Делись этим видео с друзьями, оценивай его. И до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok